Приветствую всех металлистов на моем канале, представляю вам итоги двух последних месяцев уходящего года. Решил я их объединить, даже не столько из-за отсутствия времени, особенно в предновогодний период, сколько из-за отсутствия действительно классных релизов за ноябрь и декабрь. На самом деле, на мой вкус, эти два месяца выдались просто на редкость скудными. Хорошие альбомы присутствуют, но ни одного отличного. Начать я хочу с Абегор. Австрийские блокметалисты, довольно старые и в общем никогда в моих глазах не были выдающейся группой. Новый альбом только подчеркивает их бестолковость. Многое становится ясно еще с самого первого трека, где идет клавишное ничем не выразительное интро, оно просто бесструктурное и после него, несложно было угадать, взрыв блэк металлического саунда. Знаете, мне кажется, что вот такими детсадовскими приемами только самые остальные группы и пользуются, во всяком случае в нынешнее время. Вступление ради вступления, который не имеет никакой логической связки со своим продолжением. Альбом Проходняк. Hatebreed – Weight of the False Self. Риффы у них, конечно же, отличные, но музыке бы чуть-чуть добавить побольше содержания, потому как треки слишком короткие и часто в композициях, кроме риффов, почти ничего нет, а хотелось бы хоть какого-то разнообразия в альбоме. То же самое хочу сказать о вокале. Постоянные речевки, словно одну и ту же песню, весь альбом чеканит. Поэтому я, например, не раз в процессе прослушивания альбома терял, так сказать, нить повествования, не понимая, где закончилась одна и началась другая тема. Настолько все они похожи друг на друга. В общем, группа, умеющая писать просто превосходные риффы, но, к сожалению, не знающая, к чему их прилепить. Норвежцы Камьюник – последователи легендарных НВМО, которым, к превеликому сожалению, уже не суждено собраться снова. С самого начала своего творчества Камьюник стараются им во всем подражать, причем это продолжается и сейчас, даже в оформлении. Посмотрите, мне кажется, они нарочно заказали обложку, которая будет вызывать прямую ассоциацию с альбомом Dead Heart in a Dead World. И даже в названии есть некое созвучие. Могло ли это подразумевать, что релиз столь же силен, как ставший уже классикой альбом американцев? По мнению самих Камьюник – возможно. Но, послушав релиз, я понял, что они по-прежнему толкут все ту же воду в ступе. Просто беспроглядная, бесталанченная, ни единой мелодии, хоть чем-то привлекательной. Плохо. На мой взгляд, им вообще не стоит заниматься музыкой. Столько релизов после отличного дебюта и ни намека на прогресс. Well of Secrets – это группа, в которой поет уже в некоторой мере легендарная вокалистка Вебеки Стэнне, радовавшая своим голосом на золотых альбомах Тристания. Но в период с 2007 по 2008 она покинула группу по семейным обстоятельствам. Такова была официальная версия. Вебеки желала больше времени проводить с семьей. Спустя годы, почувствовав желание снова петь, она вернулась на сцену вместе с Асгером Миккельсоном, это бывший барабанщик Бортнагар, Винтерсорг, он также стучал в группе Ишана и даже Тестамент. Асгер написал всю музыку в данном альбоме, а Вебеке – лирику и вокальной партии. В недавнем интервью Вебеке приоткрыла некоторые подробности расставания с Тристанией и, так сказать, завуалированно дала понять, что в большей степени причиной ухода была та линия группы, с которой они стали двигаться в середине 2000-х, что было совсем ей не по душе. В свою же очередь Вебеке хотела, чтобы группа играла старый дум образца 90-х. И вот с Вейлов Секретс она имела возможность погрузиться именно в ту стихию, которая виделась ей в Тристане, ну плюс-минус таковой. И данный материал отлично раскрывает, кто есть кто в музыке. Однажды Тристане уже пережили Мортена Вейланда, без которого группе пророчили погибель. А на деле оказалось, что это было настоящее освобождение, позволившее Тристане развиваться. Чего только стоили альбомы World of Glass и особенно Ashes. А в свою очередь Вейланд уже фиг знает сколько лет играет одну и ту же музыку, бесконечно себя копируя. Вот и Вебеке вместе с Эсгаром безумно далеки от уровня Тристане. Да и голос ее меркнет в океане абсолютно тусклой музыки, лишенной мелодии. Вебеке говорила, что сама писала вокальные партии и похоже, что таланта у нее в этом отношении нет. Они совершенно однотипны и кажется, будто она весь альбом даже не поет, а страдает одну и ту же песню. Саунд у данного релиза небрежный, такой шершавый, который на фоне слабого материала лишь ухудшает положение. Да и голос Вебеке совершенно диссонирует в нем, как что-то чужеродное. Здесь наоборот неплохо бы нечто более низкое по тембру. Дэд Поэтри это мучительная тягомотина, а у меня были такие большие надежды на данный альбом. Легендарные Содом. Конечно же они не единственные с такой проблемой, но тем не менее я не перестаю поражаться, как чувакам мне надоело столько лет играть одно и то же. Если бы там хотя бы мелодика была прежняя. Пусть не в лучшие годы, но хотя бы что-то. Понимаю, что от таких групп ничего нового не ждут, народ, но не до такой же степени все трухлявое и бестолково должно быть. Ведь сейчас Содом находится где-то там в хвостовой части уже несколько подржавелого состава, в который периодически вклиниваются новые вагоны. Кто-то посвежее, подкрашенный, а кто-то с самого рождения уже ржавый. И не говорите, что я просто не люблю трэш-метал, это на самом деле не так. В этом году были альбомы, которые я отметил. Да как минимум тот же пессимист, с той же самой когорты. Но ведь умудряются придумывать какие-то рифы, соло-мелодии, которые привлекают, ведь здесь многого не надо. Да вот из совсем недавнего, фактически в одно время выпущенного Содом, те же их земляки Ворфект, сделали альбом более приличный, несмотря на то, что материал вовсе не супер, но все познается в сравнении. Если же все-таки что-то попытаться выделить, то наверное одноименная Genesis, в первую очередь ее концовка и гарпунер. Вот почему нельзя больше такого музыкального содержания в композициях. Чуток посложнее, ведь в них нет какой-то мегакомпозиторской мысли, но на сколько уже лучше слушается. Soilwork. Обязательно хочу выделить данный миник на 5 композиций. Все в духе музыки группы, и он представляет собой смесь их последнего полноформатника и его предшественника. Как Бьерн Стрит говорил, что грядущий релиз, который ожидается в новом году, будет потяжелее, и это уже чувствуется. Материал достаточно перспективный, разнообразный, и вот это эпишка из числа лучших работ ноября-декабря. Да в принципе, Soilwork меня не разочаровывает лет 10 точно посредних. Каждый новый релиз дарит отличные впечатления. A Whisper of the Atlantic – это демонстрация того, как нужно работать над музыкой. В то время как многие другие для IP-шки скидывают весь свой отбракованный материал, среди которого одна нормальная тема, а здесь нет проходных композиций. Данная работа заслуживает внимания как минимум за одноименный трек продолжительностью почти 17 минут, на фоне которого меркнут все другие околостилевые работы, вышедшие в этот период. Ну и конечно же голос Бьерна Стрита, который для меня один из лучших вокалистов в тяжмете. И сразу хочу отметить еще один миник от My Dying Bright. Всего три композиции, которые мне на удивление зашли. Если бы они присутствовали в прошлом полноформатнике вместо трех других, то и оценка альбома наверняка была бы другая. Рекомендую не проходить мимо нового альбома немцев December Noir, которые играют мелодик Death Doom. Всего шесть довольно продолжительных композиций с достойной мелодикой. Группа не столько известная, но материал они записали очень заметный, на мой взгляд. Это не просто длинные композиции ни о чем, как нередко бывает, здесь отличное музыкальное содержание, превосходный гроул и такому релизу можно отвести достойное место по итогам. Это одна из лучших работ в данном обзоре. А теперь хочу пробежаться по легкой категории и начну с Royal Hunt. Одна из наиболее известных групп за эти два месяца и ничего значительного. Простые и приевшиеся мелодии, среди которых ни намека на желание сделать хороший альбом. Вообще, я у них давно не слышал какой-то качественной музыки. Кажется, последний раз это был альбом Collision Course далекого 2008 года. После этого ребята как-то подсдулись. Pyramize. Наверное, по мелодике, самый нормальный релиз ноября-декабря. Далеко не идеал, но среди того, что вышло, он мне запомнился, пожалуй, более остальных. Здесь действительно есть яркие темы. Iron Mask. Хороший альбом для любителей рапсодий и Эд Гайи. Все очень качественно и в музыкальном и вокальном плане. Моим фаворитом он точно не станет, но среди хэви-метала его тоже стоит отметить. Работа заслуживает внимания. Iron Sever. Сколько лет я знаю эту группу и совершенно ничего не меняется, ничего не запоминается. Поэтому альбом для меня абсолютно проходной. Majestica. Многие обращали внимание на эту работу, но я выдержал лишь ее половину. Это какой-то не лучшего качества рождественский мюзикл. И мне кажется, что такого рода материал слишком на любителя. Dr. Tranquility. У меня самые теплые чувства к этой группе, так как в общем-то мое знакомство с дез-металом в целом началось, скажем так, с легкой артиллерии этого направления, а именно с Inflames и Dr. Tranquility. Каждая из них идет своим путем. Кто-то свернул, но не стал при этом хуже. Кто-то развивается, не выпрыгивая из характерного для себя стиля. Новый альбом этой знаменитой шведской банды не впечатлил меня, скажу вам откровенно. Безусловно, в нем есть отличные темы, но если сравнить с прошлым Atom, то это значительная качественная разница. Прошлый релиз был превосходен, и даже второй бонус диск на три композиции реально стоил того, чтобы приобрести альбом именно в расширенном издании. Однако, несколько более слабая новинка не стала для меня какой-то неожиданностью. Да, Tranquility не раз обламывались и выпускали невразумительные работы. Таковыми, например, лично для меня были Черктер, Хавен. В этом нет никакой трагедии, однако при всем при этом момент не стал для меня разочарованием, и я все равно приобрел его, о чем ничуть не жалею. Является ли такой результат связанным с уходом из группы Николаса Сундина, который в написании музыки по сути не участвовал, или это естественный творческий процесс развития группы, Бог его знает. Еще один нюанс, это сравнение Moments Projector, и об этом часто говорят, но я не могу с этим согласиться, альбомы очень разные, и единственное, что их объединяет, это наличие чистых распевок и таких лирических тем, вроде The Truth Divide, кстати, на мой взгляд, лучшая тема альбома. Но чистый вокал присутствовал и в Atoma, и в других релизах последнего времени, если кто-то этого не замечал. Так вот, что у меня портило впечатление в данном альбоме сходу? Это первые три композиции, которые по сути свои середняки, и задавали не самый лучший настрой на данный релиз. Первая тема, которая мне уже реально понравилась, была лишь четвертой в трек-листе альбома, это The Duck and Broken. И потом таких композиций стало больше, начиная где-то с середины альбома. Здесь, например, треки с чистым вокалом как-то скучковались вместе, их бы разбросать немного по альбому. Moment – это хороший релиз однозначно, ничего и близко по уровню Duck Tranquility я не нашел за эти два месяца. Они не просто живая легенда, они продолжают делать музыку, которая остается в душе. А расстроило меня то, что здесь наряду с отличными темами, примерно половина альбома – это обычные середняки. Хотя, еще раз повторюсь, все равно купил бы его как минимум ради одной The Truth Divided. И для меня этот альбом номер один последних двух месяцев. Просто чем выше группа, тем глобальнее от нее ожидания. Ну что же, на этом все. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, всем крепкого здоровья, наверное самое актуальное пожелание в уходящем году. Оставайтесь с музыкой и встретимся в итогах года ближе к Рождеству. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!